Добрый день! Сегодня у нас воскресенье. Какое число-то сегодня? Алина говорит двенадцатое. Мы сегодня с папой съездили в магазин. У нас закончилось масло растительное, молоко. Вот мы съездили, купили. И купили арбуз. Арбуз будем часто покупать, хотя бы там раз в неделю, потому что надо, чтобы дети наелись. Это все-таки самый главный атрибут лета, наверное. Арбуз. Нет, надо арбузы кушать. Очень скоро они уже отойдут и все. Хотела сегодня купить еще килограмм 5 абрикосов, чтобы сделать компот. Она говорит, это все, что у нас есть. Там, может быть, килограмм было. Ну, в общем, не стали брать. Ладно. Сегодня мы еще пока ничего не делали. Только так сварили покушать, поели и все мы отдыхаем. Да? Да. Хорошо. У нас дождь идет и идет, идет и идет. Хорошо мы вчера собрали перцы, помидоры, все полили. Кто тебе такую красивую прическу сделал? А Дарина? А Дарина у нас там вещи мерит. А ладно, не буду. Дарина там вещи смотрит, школьные. Она все была убрала. И надо будет нам составлять список. Уже на неделю надо ехать, покупать все в школе. Вот сначала надо посмотреть вещи с прошлого года. Что у нас осталось, что еще, из чего дети не выросли. Вот. Нам, Саша, в школу? Нет, вам не в школу, вам в садик. Ну, вам только кроссовки надо, все. Ладно, доченьки, давайте кушать арбуз. Зовите всех своих сестер. Кушать! Настя спала до 12. Кое-как разбудила, она опять легла спать, опять спит. Этих не заставить спать. Тома в 6 утра встала. Ну, что ж такое-то? Тома, маленьких не уложить, старших не разбудить. Я говорю, будет, Саша, по 15-18 лет. Тоже буду говорить, что ж вы в 5 лет, в 6 лет не спали. Да? Не хотели спать. Говорю, ложитесь днем спать. Нет, ни в какую. Доченьки, идите, смотрите, как папа красиво нарезал. Убери, Томочка тут разбивает. Аж как вы делите? Мы занесли ящики из-под кровати. Ну, туда не стали уже двигать. Тихонько, тихонько. И что, как вы делите? Я это только в шкафу ложу. Это твои игрушки будут там, да? А вот, которые у меня лежат все, вот это мне. А еще у Насти, которые были. Тома, давай, давай. Тихонько. Еще не все перетаскали. Мягкие игрушки. Туда бы не надо ложить дочери. Туда бы только кубики. Опускай. И очень завтра мы с детьми сами переберем. Вон, разбираем. Боже, боже. Сегодня у нас день. Ой, какой красивый. Молодец. Видите, у нас все после баньки. Тома только пришла. В общем, сегодня у нас такой спокойный, неспешный день. Все, тихонько. Принесли сюда шифонер. Принесли сюда комок, стол. Я даже, вот, даже дошла только кубики. Ух ты. Хорошо, хорошо. Молодцы. Там папа в бане. У нас только Дарина еще в баню не ходила. А, и Настя, наверное. А я его взяла. Что там смотришь? Я первую его взяла. А я первую нашла. Ну, что происходит, дочи? Ты нашла машинку маленькую? У нас дождь идет. Чуть-чуть не идет. Минут 10-15. Потом опять идет. Хорошо, да? Весь день отдыхает. Женечка, не надо грязную коробочку. Мы только головы помыли. Завтра в садик. Сегодня Дарина начала была одежду перебирать. Так и забросила. Завтра спокойно переберемся, да? Потому что у нее там столько одежды. Она говорит, что у меня блузки, которые вот так короткие, когда они не короткие. Не короткие? Или вот так. Ну, я завтра сама все посмотрю. Потому что нам надо все перебрать. Что нам нужно в школе обязательно. Мама, мы куда-нибудь на море поедем. Женечка, пожалуйста. На следующее лето. Поедем. Вон, папа намылся. Мама, мы на следующее лето поедем на море? Ну, конечно. Папу надо было подстричь, но сегодня не подстригли. А когда поедем? А когда Алинки на день рождения? Через неделю, в следующее воскресенье, как раз через неделю поспим пять раз, ой, семь раз. Сегодня ничего не снимала, только как арбуз ели. И вот сегодня. Вася покрасил, но она еще липнет. Ну, ничего страшного, тут все чистенько, все помыто. Ну, липнет еще, потому что что-то там не так у него. И, в общем, он это покрасил. И какое колечко. И колечко нашла? Да. Умница моя. Девчонки, уже чай вам налили? У нас в комнате завтра тоже там батарею покрасим, шифонер сдвинем. Ну, будем все на место ставить. И будет у нас уже... И все, я уже успокоюсь, и можно будет спокойно что-то там, что-то делать. Ну, в общем, еще немножко осталось. Чуть-чуть доделать только. Ой, Настя как кричит у нас. Девчонки, милые, вы же там игрушки перебирали. Ну, идите, перебирай сюда. Только мы не перебирали, а Сашка вся их забрала. Мои пустые игрушки. Димка до сих пор на работе. Вот еще, смотрите, сколько игрушек. Вот тут игрушки. О, мои пустые игрушки. Ну, идите. Женя, Женя, тащите. Кукол плохих надо будет выкинуть. Или обать кому-нибудь. У нас сегодня опять дискотека. Алина вчера на дискотеку. А Настя... А, ну да. Настя вчера спать ложится. А Алина только на дискотеку собирается. Все, Настя, да? Ты ходила с Надей на дискотеку вчера? Или не ходила? Ходил? Угу. Ну, что ты там ей хочешь заплести, да? Дракончик. Я не поняла, что у вас тут лежит все подряд? Даже плоскогубцы. Я лежу здесь. Хап-хап. Угу. Хотела, мы сегодня купили арбуз. Думал, Дима будет, придет провести этот челлендж. Кто быстрее съест арбуз? Хотела между Нашкой и Димой. Ну, Димы что-то нету до сих пор, все работает. Я подворяю на манюшку. А, уже что-то. Мам, ты ж реально все себе игрушки затырила. Да ладно, мы все равно завтра будем перебирать. Все туда не пихайте. Сашка их все туда запихала. Там девчонки спрашивают. У Алины парень есть? Нету. Как нету? Ты же говорила, есть. А, так чтоб не сглазили. Да какой парень в 15 лет? Нету. Откуда мы эту коробку взяли? Доченька, это от нашего пылесоса. Вы зачем все оттуда вытащили? Поставьте эту коробку. О, Одинка. О, Одинка пришел. Сейчас челлендж проведем. Блин, не могу с ней оттеплять. А что ты хочешь, Дочуша? Косичку. Вы ей волосы подцепили? Да, я не могу с ней. Ей зачем? У нее и так... Много, столько волос у нее. Дорог 8 сделай. Не надо, он торчает очень. Дима, где ты? Ну, у Санатской. Ой, у Насти, ну, всегда беспорядок. Всегда. Потому что не только я. Покажи. Неправда. Он с ума столечка-малечка длиннее. Смотри, Димка, панамки. Ну, а зачем ты, ну, панамку забрала? Он мне дал. Саняка. Как раз. Дима, поздоровайся со зрителями. Раз. Ну, а то никогда не здоровается. Со мной только, или с папкой. Ну, что вы делаете? Ну, что вы Димину шапку и стоптали все, дочи? Это Саша. Это Тома. Сейчас челлендж будем проведать. Да, ну, дочь Дима устал. Посуда так и не мыта. А челлендж с едой? Да, с едой. Посмотрим. Да, да, да. Да, Дима устал, что ему сейчас не захочет. Да, челлендж. А можем мы бездин? Ой, Тома нашла игрушечку. Маленькую. Надо халат повесить. Папочка, повеши, пожалуйста, Томочкин халат, а? После баньки мокрый. Добрый день. Сегодня у нас понедельник. И дети у нас ушли в садик. А Дарина готовит на стол. Мы сейчас будем обедать. Алина с Настей уже давно поели. Мы тут заканчиваем потихоньку. Ну, у нас дождь идет. Вот чуть-чуть перестанет, опять начнется. И поэтому мы сегодня дома. Где-то что-то тут подкрашиваем. Мама! Настя с Алиной собираются. Здрасте. Здравствуйте. Привет, Олег. Где моя дочь крестная? В садике. В садике. Передадим. О, крестная. Лелька привезла. Собежим, Реванечка? А теперь вопрос на засыпку. Куда моя дочь собирается? По делам. Конечно. Я не знаю. Меня я знаю. Падик не надо было. 100% будут опять ругать, что я всяко на Настю говорю. Ты просто не представляешь, какая я была злая, когда она мне сказала, что она опять разбила телефон. Я вот сейчас, я вообще не знаю, я просто упала и села. А знаете, я вот сегодня на мысли себя поймала. Когда Настя начинает вне меня где-то там двигаться с кем-то, у нее постоянно какая-нибудь хрень пришел в жизни. Ой, 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 не впаливает себя. Когда я рядом с ней, вот не важно, вообще просто даже мы с ней общаемся, без руганий, там, если мы не в ссоре, все у нее нормально в жизни. Как только я отхожу в сторону, все, я как ангел-хранитель у нее. То телефон разобьет, то подерется, ногу сломает. Это что такое вообще? Покажи, хоть я даже не видела. Она когда приехала, я даже с ней не разговаривала. Я даже не ругалась, у меня просто сил не было с ней ругаться, я просто не разговаривала с ней. А она знаешь как, когда я злюсь, не разговаривала, она все что-то говорит и говорит, говорит, говорит. А где кроссовки мои? Это я не знаю. На улице? Нет. До конца тут еще не прибрались мы. Я здесь по двадцати, нас дом ждут. Сейчас. Ну все, все. Доченька, подержи. Сейчас мы будем кушать. Я уже. Очень перебирали мы все вещи. У Дарины, Дарин, ты сколько убрала? Одну блузку только? Остальные пять или шесть нормальные? А Алина у нас вообще, похоже, не выросла. У нее все вещи хорошие. Все. Алина, надень куртку. Я и так куртку надену. Ну ладно. Ну ладно, будем кушать. Удачно съездить. Ага. Иди по пятьдесят. Сейчас папе. Маль. Папе. 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 Папа. 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 Мам! Не умею ее ломать. У нас шоколадку всегда делят все в уровне. Кто Томи принес шоколадку? Кто? Лёлька принесла? Лёлька принесла шоколадку? Что, будет без чая? Так, пойдите ещё. И потом ещё детям поперёшь. Ну, ну. А что, тебе нету? У тебя есть. Ещё говорит, где. У нас Тома заболела. Пришла садика, смотрю, горяченькая. Померила температуру 37. У нас погода такая. Вот чуть-чуть погода сбавится, и сразу кто-нибудь из детей заболеет. Да? Угу. Дариночка, выпрямься, пожалуйста. Женя, ты брюки тут бросила свои? Вот, все шоколадку едят. Мамина, да. Девчонки говорят, у них что в садике. А я сегодня только папе говорю, надо спросить в садике список, чего купить детям. Они вот, наверное, Томочке тоже дадут список. Или, может быть, как у Жени с Сашей. Уже родительский комитет всё купил. Насколько сказали? Ну, около 400 рублей и... И 5, 406 или 405. В общем, а мне кажется, так даже удобнее. Я лучше деньги отдам, чем самой бегать, искать, что покупать. Да? У всех одинаковые. Просто подпишут, и всё. Мы уносили туда папки, куда вы там складываете. Ума. Да? Нынче у вас подготовительная. Мы уже подготовительная. Нет, ну, вы ходите логопедическую, но всё равно у вас подготовительная группа. Да. Будете к школе готовиться. Мы уже как-то приготовились. Как мы приготовились? К школе уже. Пойдём, тут громко играют, Дарина телевизор смотрит. Саша. Саша. Ага. Вот, мам. Да. Тома есть, отказалась сегодня. Потому что она болеет. Не надо много шоколадок. Ты свою съела, ещё и мою съела. Нету там шоколадки? Нету. Это же просто рисунок такой. Что это? А, косточка, это мой шоколадок. Косточка, это мой шоколадок. Ага. Ну, в общем, вот так. Не надо, я говорю, Томочке ещё спросить, что им покупать. И, наверное, я завтра буду составлять список, что нужно девчонкам в школу. Мне Сашке? Нет, Дарине Алине. Она, что сказала, купит себе там три общие тетради на первое время. А там уже потом в Красноярске. Ты чё язык показываешь? Некрасиво как. Здравствуйте. Сегодня мы с Женей хотим поздравить с днём рождения Богдана, нашего папы-племянника. У него был день рождения тринадцатого. С ярким праздником, Богдаша! Веселись, смотри вперёд! На столе пускай не каша, а с икрою бутерброд. На повестке не работа, а веселье, добрый смех. Пусть откроются ворота в мир, где счастье без помех. И также мы хотим поздравить девочку, которая подписана Мика-Мика. Её зовут Яна. Ей вчера исполнилось девятнадцать лет. Прекрасный возраст девятнадцать. Весь мир ты хочешь покорить. И жизнью слепо наслаждаться, чашу её до дна испить. Пусть будет тебе счастье и улыбаться. Удача пусть сопутствует всегда. Ни в чём и никогда ты не нуждайся, и не грусти ты вовсе никогда. Конечно, и здоровья пожелаю. Его важнее в жизни просто нет. Ещё разок тебя я поздравляю с прекрасной датой девятнадцать лет. Переворачивай. Так. А также мы передаём приветы Анастасия Донская, Вероник СО-17, С0-17, наверное. Ванесса Кеннеди, Роза Жак-Сыбаева, Жанит Риси, Олеся Меншикова, Каликусу Птичка Певчая, наверное так. Зэквин Настя, Сашуля Ильясова, Учимся Плести, Черри 0-4, Лера Просто, Вероника Соловьёва, Мани, Дарья Старухина, Олеся Шипулина, ой, Шипицына, наверное. Екатерина С, Алия Кокенова, Анна Топ. Всем передаём привет. Да, Женя? Помаши ручкой. Скажи что-нибудь. Привет. Смотрите наш канал, да? Что дальше нужно сказать? Ставьте лайки, да? Ну не слышно, убери бумагу. На мой канал. Почему на твой? На мой. Ну ладно, скажи до свидания. До свидания.